Мы согрешили. 105-й Псалом с 1 по 12 стих. Аллилуйя! Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих и возмутились у моря, у Чермного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Своё. Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Размышления, часть первая. Творите правду. 105-й псалом с 1 по 5 стих. Этот псалом величает Бога, воздавая благодарение за Его благость и любовь. Он совершил множество великих дел, достойных высшей хвалы. И все же народ Израиля не всегда Ему верен. Те, кто поступает правильно, благословляются. Те же, кто грешит против Него, пожинает последствия своих действий. Давайте же вместо того, чтобы упорствовать в своих грехах, будем каяться и смиренно возвращаться к Господу. Пусть у нас будет понимание милости и благодати, которые Он хочет дать нам. И пусть наши дела будут праведны и справедливы. Вживя в соответствии с Его стандартами, мы можем лучше отражать качество Христа и радоваться вместе с Его народом, потому что принадлежим Ему. Кто в вашем окружении хранит суд и творит правду, действует справедливо и поступает правильно? Что вам нужно изменить в собственной жизни, чтобы больше соответствовать такой характеристике? Мы можем извлечь уроки из истории, учась на ошибках своих предшественников, но из этого отрывка понятно, что израильтянам это не удалось. Они не помнили о великих делах Божьих, возмущались против Господа и творили беззаконие, как и их предки. Но на грех их Бог ответил неожиданным проявлением благодати. Он спас и искупил их и истребил их врагов. Пусть недостатки Израиля послужат нам уроком, чтобы мы не повторяли грехов прошлого. Да будет наш взор постоянно устремлен на Бога. Воздадим Ему искреннюю хвалу, веря в Его обетование и благословение для нас. Какие грехи Вы совершали в прошлом? Как Вы можете постоянно смотреть на Бога, чтобы не повторять прежних ошибок? Молитва. Дорогой Бог Отец, всем сердцем благодарю Тебя и ликую, что я не заложник своего прошлого. Пожалуйста, помоги мне учиться на ошибках и смотреть на Тебя. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok